Дезертир и сайт VideoGameplay.ru представляют применять свою тактику. Ну что ж, посмотрим. Авиабаза Ленгли. Войска НОН захватили все основные авиационные базы в этом регионе. Ваша задача освободить базу Ленгли, где расположена Ставка Командования Авиации. В качестве опорного пункта используйте заставу ГСБ на побережье. Ваши войска высадятся рядом с ней. Взяв заставу под контроль, захватите авиабазы, поднимите в воздух несколько истребителей косаткой и ликвидируйте все объекты НОН в районе операции. Стараемся изначально никого не терять, но как вы понимаете, такого быть не может, чтобы прямо совсем никого не потерять. Особенно учитывая то, что нас выкинуло. Это база ГСБ единственный очаг сопротивления в данном районе. Требуется уничтожить войска НОТ и захватить базу. Это понятно. После чего нам не дают возможности ничего сделать, начинают сразу нападать. Сейчас мы должны сделать одно простое действие. Быстро уничтожить врага. Враг нас здесь не атакует. То есть, соответственно, можно спокойно не опасаться, убивая его. Единственное, что нам нужно сделать, это просто медленно и аккуратно методично убить всего врага на базе. Впоследствии быстро переместиться чуть подальше и убить остальцу. Итак, здесь появился снайпер. У нас есть два действующих ангара. Если мы сможем захватить их, истребители-косатка поддержат пехоту с воздуха. Да-да, я помню. Устанавливаю видеосвязь. Нас не ждут. Тревога! НОТ атакует наши авиабазы. Отправляйтесь туда немедленно и защитите ключевые постройки. Мы здесь! Объект атакуют. Так, нужно сейчас в данный момент аккуратненько все починить. Вон снайперы ГСБ могут указывать цели для ударов нашей артиллерии. Старайтесь, кстати, не терять снайперов ГСБ. Они действительно очень важны. Вон там кому-то внутри бункера дали повышение. Кстати, бункер, по-моему, чинить мы не можем. Да. Нас не ждут. Аккуратнее. Вперед! Так, вот здесь нам нужно забрать снайпера. Чтобы его забрать, нужно, насколько я помню, подойти поближе. Чего? Выбивай! Достань гранату, будет праздник! И все будет вообще великолепно. Марш, марш! Первый отряд на связи. Да. Идем без шума. Теперь мы можем спокойно поместить этого снайпера вот сюда, за место вот этого ракетчика. А вот как раз ракетчика поместить вот сюда. В городе осталось две группы бойцов, командир. Итак, наша задача выжить. А, снесли сволочи. Я забыл, что они так могут. Негодяи. Ну что ж, мы тоже им дадим прикурить, как говорится. Чтобы восстановить данное строение, насколько мне не изменяет память, мы должны спокойнейшим образом взять и построить инженера. Инженер это вообще очень полезный юнит. Я бы даже сказал, один из самых полезных, которые вообще имеются в игре. Тихо, 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 ну за что ж ты такой негодяй-то, а? Ага, все-таки он не может чинить. Тогда у нас есть некоторые проблемы, но в принципе это решается другим образом. Итак, что мы можем сделать? Мы можем поставить вот сюда две группы стрелков и сделать окопы. Одну вот тут. Вторую вот тут. Зачем я это делаю? У нас отсюда будет скоро нападать очень неприятная штука под названием вертолет. И, соответственно, как вы понимаете, мне очень хотелось бы получить ежа в одно место. Поэтому будем от этого избавляться. Гранатчиков мы можем спокойно пускать в БТРы, которые будем производить сейчас массово. штук десять нам хватит. Внимание! И на этом примерно пока все. Также нам нужно будет захватить вот эту штучку. Она нам очень понадобится, чуть позже. Для этого, собственно, нам понадобится тоже инженер. Так как он у нас есть, это очень ха-ра-шу. Подготовка. Приостановлено. Отмена. Подготовка. Также здесь можно как приостановить, так и отменить создание юнитов. То есть, если, например, вам нужно срочно построить что-то, но при этом у вас сегодня не хватает денег, то вы можете отменить какую-то очередь или приостановить ее создание. На обычной игре, а вы помните, типа стартавта, такого, по-моему, сделать нельзя. Вот про что я, кстати, и говорил. Ракетщики нам в данном случае очень даже пригодятся. Плюс они испытывают повышение, что не может не радовать. Но единственный минус, мы опять же не можем чинить эти мимими бункеры. Мимими, почему мимими, не знаю, ну потому что, наверное, мимими. Впрочем, мы можем еще построить один. А сюда пустить, например, спокойно еще один отряд ракетчиков. Итак. Недостаточно средств. У нас недостаточно средств. Это, конечно, хреново, но в целом терпимо. Скоро мы будем прорываться. Все готово. Всегда старайтесь, чтобы у вас был в идеале не один комбайн, желательно два. Это вам в целом поможет. Но тут уж на любителя и как у кого получается. У меня не всегда получается, чтобы их было два. Иногда забываю, иногда просто считаю, что в данном случае они не нужны. Поэтому... Поэтому как-то так. В целом, насколько я вижу, нам должно хватить того, что мы имеем. В целом. Будем смотреть, в принципе. Все у нас... Все хорошие вот этого. Этот оставляем здесь. Остальные берем, выделяем и наступаем. Не забывайте, что мы можем спокойно просто долбануть вот так вот и отойти. И далее делаем так же. Пустили гранаты и отошли. Пустили гранаты и отошли. Таким образом вы можете получить меньше урона. Как видите, это довольно удобная тактика. Не всегда, если, в принципе, там будут, например, обычные люди, то можно такого и не делать. Вот если там гранатометчики, то лучше переместиться куда подальше. Также, полную, скажем так, тему пересаживать. И делайте это аккуратно. Итак, нам, если не ошибаюсь, нужно спасти последнюю группу бойцов. Она где-то вот тут. Не помню, правда, что приличное непонятное она. Там сидит и не вылезла. Вроде бы должны были их спасти. Ну, возможно, просто там надо рядом еще и проехать. Обнаружил противник. Держись. Выполняю приказ. Хорошо, когда свои рядом. Отлично. Задание выполнено. Страшно связить. Насколько я помню, при помощи этих ребят мы можем спокойно вызывать артиллерийский удар. Таким образом мы вызовем его вот сюда. Здесь он нам понадобится. Прилетело, взорвало, все отлично. Данный район контролирует крупная база НОТ на северо-западе. Она хорошо защищена от наземных войск. Итак, суть в том, что чтобы нам сейчас прорваться на эту базу, потребовалось бы намного больше народа и прочего. Мы вполне можем это сделать имеющимися силами. Кстати, вы можете возвращать на базу и чинить свою собственную технику. Это несложно. Кстати, касаемо гранат, вставляем еще одного гранатометчика, точнее в данном случае ракетчика, и спокойно будем рваться. Отводим косанную технику назад и ставим более хорошую вперед. Дабы у нас получалось все нормально. Так, у нас доступен второй удар. Выпускаем его вот сюда. Уничтожаем. Идем в атаку. Этого, в принципе, вполне достаточно. Далее через автоатаку посылаем наши войска. Они сами, в принципе, должны справиться с любой напастью, которая там будет. Да, их, конечно, потеребят немножко, покоцают, но в целом они будут живы, и это хорошо. Враг там! Покажем их! Естественно, пехота нашим БТРом не ровня, и мы можем спокойно ее убивать. Где парковка? Поэтому здесь можете даже не париться. А вот с техникой придется немножко посражаться. Держись! Поэтому будьте аккуратны. Мы идем! Итак, здесь вот вы можете видеть, как стоят два москита, которые поднялись, как только мы подъехали ближе. Покажем приказы! Это, кстати, небольшой преградой для наших БТРов, но в целом, как я уже говорил ранее, не такой сильный, чтобы что-то сделать нам. Итак, стараемся уничтожать всю технику, которую встречаем. У нас очень сильно хостяные войска, и в идеале нам нужно их довести до базы обратно. Чтобы это нам сделать, нам нужно убрать вот эту гадость. Исполняю! Мы идем в штурму готовься! Но, к сожалению, я не сделаю это криво, и есть вероятность, что нас убьют. Хотя нет. Я довезу технику до базы, починюсь, и после этого выдвинусь. Уже силами, так сказать, новыми, обновленными, починенными. Плюс у меня есть четыре БТРа, которые я, в принципе, могу выдвинуть прямо сейчас. Даже пять, которые вообще никаким образом не коцаные. Как вы видите, наша техника довольно шустро чинится. Вот здесь вот все отлично, и можно спокойно переждать здесь. Также в городе у нас работают снайперы, которые не дают проникнуть вот сюда вот, и здесь все тоже хорошо. Выберем инженера. И засаживаем беднягу в этот обогатитель. При помощи которого мы спокойно можем все это дело зачистить. Итак, убиваем пехоту, которая на нас идет. Выбираем этот БТР к чертям. И берем новенькие починенные БТРа, выводим их сюда. Как только подойдет БТР, я начну наступление уже на авиабазу. Авиабаза находится вот здесь. Почему я сделал именно такого типа? Такого типа захватка. То есть, я зачем-то отвел войска, ну, наверное, потому что там что-то плохое. И, в принципе, я думаю, что вы поймете, что именно там плохое. Здесь куча гранатометчиков. Так, клацаем на каждого из них в обязательном порядке. Теряем одну изницу. Если бы я заехал туда сначала, я бы мог потерять прям все единицы. Это было бы обладать совсем не круто. Вам удалось захватить авиабазы. Блестящая операция. Теперь истребители «Касатка» в наших руках. Они помогут захватить базу «Нот». Спасибо, что нашли место для посадки. Горючий почти кончился. Служил отряд «Шелёнов» и прикройте наших при захвате авиабазы. Ребят с «Касатки». Данные обновлены. Есть арт. База не защищена воздухом, поэтому первое, что мы делаем, это уничтожаем. Командир, вы захватили авиабазу. Доступна способность вызов транспортника. Первое, что мы делаем, это уничтожаем на базе добывающие юники. То есть, так называемый «Харвестер» или как он там у «Нот» называется, я, к сожалению, не помню. Спутал вообще с джиной. Называется он «Комбайн». В общем, уничтожая его, я думаю, вы вполне себе будете хорошо чувствовать. Ждём заполнения наших лётных юнитов. Уничтожаем всю энергосберегающую здание. Вот. Всегда старайтесь убить алибоэнергию. у вашего противника, либо добычу. Он очень сильно поможет вам при захвате. Итак, убив энергию, мы можем спокойно начать наступление нашей техникой. Когда выступаем. В каком-то смысле даже не заморачиваясь. Где парковка? Мы идём. Да, я не спорю, техника, конечно, сильно коцанная, но в целом она должна справиться со всем, что её ждёт. Особенно учитывая то, что мы спокойно проходим. Объект атакует. И почти... Где парковка? Держись! Где парковка? Почти не страдаем. Против пехоты мы справляемся отличным образом, так что проходим вперёд и наступаем, наступаем, ещё раз наступаем. Выполняю приказ! Держись! Выполняю приказ! Вырву очень, естественно, уничтожать технику. Кстати, не забывайте, у нас могут быть большие проблемы именно с людьми и... Их тоже уничтожать лучше всего. Также, как вы можете заметить, наша техника очень плохо работает против танков. Это очень похреново, поэтому, учитывая это, всё-таки лучше, конечно, взрывать технику до того, как идти. Я, конечно, забыл про то, что здесь стоят танки и пошёл внутри них. Но, в принципе, как вы видите, из, по-моему, восьми вышли четыре, и это довольно неплохо. Ну, уже прикладно, хорошо. В общем, сначала проверьте всю базу и удостоверьтесь в том, что там нету тяжёлой техники. И тогда, только тогда нападайте спокойно. Сейчас наша задача ещё убить оставшуюся пехоту, которая здесь произвелась. И, естественно, убить защитные сооружения. Хотя, в принципе, они уже не представляют никакой культурной угрозы. Тем не менее, если вам хочется, вы можете защищать базу именно таким образом, потому что вы можете выполнять приказ с любой своей техникой нападать на врага. Можно, например, ещё развернуть минное поле. В дороге. Где парковка? Покажем им! Вот такая вот миссия. Всем спасибо. С вами был, как всегда, я, дезертир. И на этом, собственно говоря, всё. Всем удачи. Пока-пока. Ну что ж, вы прекрасно поработали. Вашингтон снова в безопасности. Да, у нас новый исполнительный директор, Редмонд Бойл, бывший казначей ГСБ. Знаю, что вы подумали, но протокол опять в силе. После гибели Филадельфии Бойл остался старшим по должности, но зато он не глуп и разбирается в финансах, а деньги нам сейчас нужны как никогда. Простите, генерал, я хотела предупредить тут к вам... Генерал Грейнзор, Редмонд Бойл, искренне рад знакомству. Спасибо. Это честь для меня. Спасибо, директор. Простите, что не предупредил о визите. Проходил мимо, решил зайти, чтобы лично поблагодарить вас за то, что вы делаете. Благодарите не меня, а нашего командующего. Гордость армии. Такие солдаты, как вы. Ваши победы вдохновляют всех нас. Но почивать на лаврах еще рано, пока мы просто вернули себе то, что принадлежало нам прежде. Братство Нот хочет войны, оно ее получит. Мы сотрем их с лица земли раз и навсегда. Но сначала главное. Совершите начатое, друг мой. Возьмите город под контроль. Покажем миру, что ветер переменился.